Как я на вас попал, Боже? Мы о Христе говорим, о любви Божьей. И отвечаем на все вопросы. Да, вы слышите, я из Украины. Я всегда вас смотрел, я вас в передачу всегда включаю. Глеб! Я даже не верю, что я могу когда-то попасть на вас. Честное слово. Знаете, я отвечаю людям на тысячи вопросов. А у меня к вам только один вопрос. Только один. Один вопрос к вам. Скайп, у вас есть? Скайп. Скайп, наверное, не прощает. Школьники? Школьники, его устанавливают за пять минут. Если заряете два слова, Игнатий Лапкин. Это я. Там мы можем встречаться каждый день. Только звонок дайте. Можно вам сказать хотя бы два слова? Давайте. Знаете, я очень вас уважаю, но Бога побольше. Вы очень хороший дед. Вы очень там хорошо получите, ребят. Дай вам Бог здоровья. Дай Бог, чтобы вы всегда такие были. Староверы, чтобы вы свое держали всегда. Будьте здоровы всегда. Блин, ну... А вы знаете, что такое Википедия? Википедия знаю, да. Зарядите Википедия, Игнатий Лапкин. Там вся моя биография. Откройте. Откройте. Это не деда. Я вас постоянно смотрю. Я постоянно смотрю. Я даже смотрю, как когда вы до вас приехали баптисты, как вы разом спевали. Тоже таке было. Да, да. Было таке? Да, да. Да. Я же вас смотрю постоянно. Я очень интересный. Какие маленькие дети научили. Ну, очень хорошая людина. Даже никогда не подумал, что я до вас попаду. Честно говоря, я очень рад. Очень рад. Вы все-таки... В Украине тоже много кто смотрит. Мы никогда Украину не считали отдельно. Мы всегда одна нация, одно государство. Богдан Хмельицкий. Зачем пришел помощь и звать? От кого? Ага. Или Григорий Сковорода. Николай Васильевич Боголь. Боголь. Да, да. Багато всі по этому не вышли из России переважно. Вот. Это вы знаете. Вот есть. Одно вопрос, чтобы вы могли задать вам чуть-чуть. Может, вы немного объяснили. Такое, не сильное и не конкретное. Деще бы можно. Вот, например... А война в Украине – это справедливое учение? И в большинстве чего? Я отвечал на такие вопросы. Сегодня вот эта военная операция. Уже три ролика у меня ставит. Эпиграф. Ага. Да. Эпиграф взятый пророк Иеремия за 650 лет до Христа. Пророк Иеремия, я знаю. Да. 48 глава. 10 стих. 10 стих. 48, 10 стих. 48, 10 стих. Сейчас, сейчас. Почекайте, пожалуйста. Иеремия. 48. Иеремия, сейчас, 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 сейчас. Я вас когда-то бачил, не так приятно, что вы тут есть. Это капец. Я еще когда-то не думал, что я когда-то на вас попадал. Иеремия, 48, 10 стих, 10. 15 стих, да? 48, 10. Иеремия. Там написано, проклят, кто дело Господне делает небрежное. И проклят, кто меч Господний удержит от крови. Вот в этом все заключается. Так что ушел совсем? Это за 650 лет до Христа пророк сказал. Это очень серьезные слова. Очень серьезные. Нет, знаете, я просто вам хочу побажать очень хорошие желания. Знаете, вы дотримите своей веры, потому что у вас вера хорошая. Мы православные. Знаете, я деколи бы сам до вас по возможности бы заехал. Я бы очень хорошо. У вас нет такого пафоса, нет грошолюбства особенного. Потому что сейчас грошолюбство, вы сами знаете, какое оно сейчас. А вы себя как считаете? Вы мужчина или женщина? Я? Да. Я хлопец покажу. Ну если так, зачем городу брейте? Бог так сотворил. Я понимаю. Я понимаю. Под папу Римского играете? Но в Библии не описано, что ты маешь... Так и написано. Написано в Левитке. Края бороды не порти. Края бороды. Я думаю, что мусульмане все не бейте. А можно той вишек в Библии? Конечно. Левит. Книга Левит. Там говорится не порти, края бороды. Левита, Левита, так? Апостолы брили бороды. Христос брил бороды. Пророки. А Новый Завет шел в кадре? На Новом Завете апостолы. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. А он с бородой. Мы подражаем ему во всем. Апостолы, чтобы брили. У Давида, у Давида слугам, когда полбороды обрили. Давид их не запустил в Иерусалим. Отостал Верихон. Живите, пока бороды отрастут. А мы идем в небесный Иерусалим. Чего ж тут говорить? Чего ж тут говорить? Это гомосексуалисты под каблучники бреют. Ну, я с вами тут не по спору. Ну, так. По скайпу меня найдете. На любой вопрос ответ получите. По любому. Пишите, Игнатий Лапшин. А все одно питание. Только легонько. Я так и думаю, что земля, наконец, так и не круто. Вы знаете, у меня сейчас времени нету. Потом зайдите по скайпу. Скайп, Игнатий Лапкин звонок. Мы с вами друзьями будем. У меня времени, времени, времени трошки, трошки, только время. Все. Я разумею. С Богом. Ход.